Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа подробностей с комментарием важнейшего политического события дня. Итак, 1 марта в Совете Федерации нашей страны состоялось заседание Оргкомитета по созданию Туристской Ассоциации Регионов России. В рамках данного мероприятия было подписано соглашение, в соответствии с которым теперь наша республика будет развивать туризм совместно с другими регионами страны. Подробнее об этом мы попросили рассказать Рабиат Закау, министра по туризму и народным художественным промыслам нашей республики Рабиат Ахмедовна. Добрый вечер! Добрый вечер и с праздником мы вас поздравляем! В вашем лице мы поздравляем всех дагестанских женщин, всех российских женщин, радости вам в жизни, улыбок, отличного настроения, удачи в делах, замечательный день 8 марта. Если позволите, все-таки несколько вопросов. Поскольку действительно очень важное подписание, очень важное совещание, вы принимали участие, вы от республики подписывали серьезные документы. Скажите, пожалуйста, о чем идет речь? Да, я от республики подписывала документы, представляла интересы республики именно в данном сегменте. В Совете Федерации 1 марта я приняла участие, как раз таки состоялось заседание Оргкомитета Туристической Ассоциации Регионов России. 40 регионов дали согласие, участвовало 9, как раз таки. В том числе приняли участие Дагестан, Ингушетия, Тыва, Бурятия, Алтинская и Хабаровский край, Ярославский, Орловская, Тверская, Ульяновская области и другие субъекты. То есть, получается, теперь мы все вместе будем развивать туризм, да, совместно и вот с Ингушетией, и с Хоми, и с Бурятией, и с Алтайским краем, и с Ярославской, и с Орловской, и вот со всеми, которых вы перечислили. Это получается, что, в общем-то, мы направлять будем туда своих туристов, они к нам своих туристов, какие-то вопросы по инфраструктуре будем решать вместе, да? Да, развитие внутреннего и въездного туризма, и также курортно-санатурное все-таки развитие и комплексы, ставились такие вопросы. По данным Всероссийской туристической организации, Россия в 2016 году попала в десятку более, наиболее посещаемых стран. Кстати, это большой прорыв, но все-таки у России большой потенциал, и на валовый внутренний продукт это не такой большой доход, в связи с чем, как раз таки, эта ассоциация была инициирована Советом Федерации. Ну, я так думаю, что мы с вами можем понять жителей других стран, которые проявляют интерес к нашей стране, к Кавказским республикам, к Дагестану. На протяжении многих десятилетий страна была закрыта, и вот сейчас, когда появляется информация, в том числе и по телевидению, и по интернету, людям интересно, да? Огромное. Люди хотят увидеть, увидеть и увидеть, что это действительно вот есть, да? Совершенно очевидно, что у России огромный туристический потенциал, его нужно развивать, это бесспорно. Продолжаем нашу программу, Рабята Ахмедовна. В этом году, в общем-то, наша делегация участвовала в Сочинском инвестиционном форуме. Ну и на этот раз мы повезли свой флагманский проект, это развитие судоходства по Каспию. Вот, вы знаете, сразу же вспомнились прекрасные, чудные ассоциации, когда вот здесь, в столице нашей республики, многие махачкалинцы, гости нашей республики, гости нашей столицы могли прокатиться на корабле, в общем-то, получить прекрасные ощущения. Вот, и очень все хотят вернуть, вернуть вот это самое круизное судоходство. Скажите, пожалуйста, на какой стадии идет обсуждение, и можем мы действительно вот это все вернуть? На самом деле, главой республики Дагестан, Армазан Гаджимрадович Абдулатипом, на форуме Сочи-2017, как раз-таки был представлен инвестиционный проект под названием «Развитие международного круизного судоходства по Каспийскому морю». Очень интересный проект. На сегодняшний день круизный туризм у нас в республике все-таки находится в зачаточном состоянии, но для этого, естественно, как раз-таки об этом и говорит форум. Очень интересно, 9 маршрутов всевозможных уже было представлено, это под названием «Каспий, море дружбы». Это можно будет посмотреть, где туристы могут посетить все-таки страны и достопримечательности увидеть Россию, Азербайджану, Казахстану, Туркмени и Ирана. Ну, в настоящее время наблюдается большая тенденция роста все-таки круизного туризма. В том числе мы работаем в этом направлении. Вы знаете, я тоже посмотрел внимательно все материалы нашего проекта. В общем-то, речь идет о больших средствах, речь идет о большом проекте. Ну, дай-то Бог, чтобы все это реализовалось. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы усилия вашего министерства сконцентрировались на том, чтобы даже в этом году, в это лето, вы знаете, как-то предложить каким-то инвесторам, каким-то спонсорам закупить несколько кораблей, может быть, небольших, да, и возобновить. Вот с пляжа Махачкалинского или до Каспийска, или как-то еще вот эти вот замечательные летние прогулки по морю. Я думаю, что это несложно. Это несложно. У нас как раз таки в плане мероприятия под ведомственным учреждением у нас есть в планах закупка пока что катера. Ну, пусть будет катер. Ну, я думаю, после того, как вы все-таки обратитесь к известным людям, к предпринимателям, к тем, кто любит Дагестан, к тем, кто не стоит в стороне от республики, я думаю, что это не составит большого труда и серьезных каких-то затрат. Это основное направление, да. В том числе, наше министерство проводится, проведет в июле этого года, как раз таки летом, будет обширная программа. У нас будет проведен форум, вводный форум, где будут принимать, да, где будут принимать участие и международные специалисты, и российские. Будет совещание, круглые столы как раз таки на тему развития круизного туризма. Понятно. Обязательно будет ваше предприятие. Рабята Ахмедовна, я думаю, что, в общем-то, на этом совещании, конечно, мужчинам, серьезным предпринимателям будет трудно вам в чем-либо отказать. И я так думаю, что вы уйдете с этого совещания с кораблями. Спасибо. Понятно, понятно. Рабята Ахмедовна, продолжаем нашу программу. Вот несколько вопросов, что называется, в БЛИЦ-режиме. Скажите, пожалуйста, вот в этом году сколько пляжей будет открыто в нашей республике? В этом году у нас планируется открытие 15 пляжей. 15? Да. Да, они будут функционировать. Обустроенных как положено, да? Мы как раз таки работаем над этим, как раз принято постановление о приведении в соответствие пляжей и открытии пляжного сезона. Все соответствующие структуры должны будут подписать и как положено принять. Я скажу, где они. Это город Махачкала, Дербент, Избербаш, Каспийский, Кайкенский, Каравадахкенский район. Это вот 15 основных пляжей, которые будут функционировать у нас. Чудесно, замечательно. Скажите, пожалуйста, а сколько туристических баз будут готовы к началу сезона? На сегодняшний день в республике у нас 203 коллективных средств размещения туда включаются. И базы, и санатории, и отели. 203? 203. Ну, немало, в общем-то. Нет, это достаточно неплохой показатель. Пожалуйста, как найти путевку? Как сориентироваться по цене? Тем более, как это сделать, допустим, гостям нашей республики? Будет ли вся эта база в интернете? Естественно, мы идем в ногу со временем, в том числе и Республика Дагестан. Министерством осуществляется обучающее мероприятие, как раз таки с руководителями коллективных средств размещения, это гостиницами, база отдыхами. Где-то, я вам сейчас скажу, 194 коллективных средств размещения уже могут наши гости, туристы, снять как раз таки себе номер по интернету. Это Booking.com и Hotels.ru. Хотелось бы, чтобы просто вот к началу летнего сезона, чтобы ваши программисты, они как-то все это сделали максимально просто. Просто, понятно, чтобы, в общем-то, все люди могли... Это очень простой информационный портал, Booking.com, он очень известный на всем мире. Понятно, замечательно. Так, еще один вопрос. Как понять, какой из них лучше, какой хуже? Во всем мире существует звездность, классификация по звездам. Делаете ли вы это у нас? Да, обязательно эту работу проводит министерство, поскольку сейчас проект законодательства у нас находится на рассмотрении. Скоро будет во втором щене, наверное, принят этот закон. Классификация ведется. У нас на сегодняшний день классифицированы это Сарихум, Тысяча одна ночь и гостиница Центральная. Четыре звезды присвоены Сарихуму, Тысяча одна ночь и две и три звезды, поскольку там два объекта в Центральной гостинице. Ну, получается, серьезные требования, да? Это серьезные требования, да. Рабиат Ахмедовна, ну вот я задал вам несколько вопросов. Вы уже и в теме, вы уже и ездите, подписываете, в общем-то, как-то очень быстро втягиваетесь в процесс. Вы знаете, в общем-то, у каждого политика, у каждого министра, ну, свое видение, да, того, как раскрыть, как развивать ту или иную отрасль. Скажите, пожалуйста, вот как вам представляется, как вам видится в туризме, что в первую очередь надо развивать, что понравится людям, да, и что даст максимальный, извините меня, экономический эффект республики? Обязательно, весь мир как раз-таки на это и работает, в туризме приносит доход. Вот, естественно, Дагестан у нас очень большой потенциал имеет в этом смысле. Мы очень богатая республика, как говорят, по природе, и вот, что хочу сказать. Поскольку у нас уже на 30% в прошлом году повысилось показатели пляжного туризма, с пляжным туризмом у нас как бы неплохо, да, все идет. Нам нужно развивать экстремальный туризм, что мы и делаем в Матласе. В Матласе как раз-таки там будут горнолыжный курорт, очень интересно, в Фешенобельной есть отели будут, все это все будет сделано. Хотелось бы еще побольше развить у нас внутренний туризм. Глава республики Дагестан как раз-таки говорил в своем послании, что необходимо внутренний туризм развивать. Это в Уикен Дагестане. У нас для этого есть все. У нас есть Дербент, у нас есть Хунзах, у нас есть Гуниб. Ах ты. Ах ты. Буйнакс и так далее, и так далее. Ну, это очень важно. Ну, мы с вами знаем о том, что, в общем-то, глава республики очень много уделяет внимание именно укреплению семьи, да, укреплению семьи. Семейный отдых, конечно. Да, вот для него это как бы важно, но это правильно, да, это правильно. И мы очень много раз говорили с экранов телевизора о том, что действительно семья, она должна как бы больше проводить время вместе. И вот то, что вы говорите, уикенд, да, в пятницу уезжаем вечером, в субботу, в воскресенье с семьей, хорошо, плюс друзья, где-то проводим на каком-то курорте здесь у нас и возвращаемся, включаемся в рабочую неделю. Все отдохнули, все довольны. Все довольны и снова в работу. Это чудесно. И очень хорошо, что вот именно эта идея поддерживается на самом высоком уровне, поддерживается и, судя по всему, будет поддержана и финансово. А значит, вы будете развиваться быстрее. Вот вы сказали про матлас. На самом деле, в этом году, я не знаю, впервые, не впервые, значит, вот экстремальный вид спорта, значит, молодые люди, девушки, в общем-то, каким-то образом лазили по горам, да? Да, у нас, я открывала, с большим удовольствием, ребята, молодежь, студенты, всего было 26 команд, которые подали заявку. Несмотря на погодные условия, прекрасное настроение. Можно надеяться на то, что это как-то еще и безопасно? Да, мы обеспечивали безопасность, естественно, да. Понятно. Ну, то есть, это у нас, получается, как бы еще один плюс ко всему комплексу туризма, да? Экстремальному туризму зимнего видоскорта. Так, что у нас в Чендерчиро? Чендерчиро. Продолжает развиваться? Да, оно продолжает развиваться. Ну, вообще, относительно молодой курорт. Его открыли в 2007 году. В 2017 году исправило свое десятилетие. Если в 2016 году посетило туристов и отдыхающих 60 тысяч человек, то в день, как раз таки, юбилея было 5000 человек. Это только в один день, да? Да, только в один день. Ну, поскольку мы знаем, что на высокогорном курорте диапазон высот у нас от 2000 метров до 2500 с половиной над уровнем моря, все условия для этих созданы. Единственное, конечно, нам нужно его развивать дальше. В связи с чем, инвесторам ведутся строительство трехэтажного гостиничного комплекса, закупки пушек. Инвесторы продолжают вкладывать деньги. Да, конечно, продолжают. Вот это самое важное. Это обязательно важно, да. И очень бы хотелось, чтобы государство в вашем лице это все дело контролировало, чем-то помогало, потому что там наверняка и фискальные органы где-то рядом. Поэтому вот это все важно и нужно. Там действительно как-то и транспортные вопросы надо решить. И вот действительно гостиниц нужно побольше. Да, однозначно гостиниц нужно побольше, в связи с чем и ведется как раз таки работа. Понятно. Рабята Ахмедовна, мы с вами перечислили несколько объектов, сказали о том, что и Хунзах, и Вахтах, и в других местах у нас как бы созданы условия для развития туризма. Да, смотрите, у нас, в общем-то, Дербент как-то вот совсем расцвел, приподнялся, в общем-то. За последние годы действительно очень многое удалось сделать в этом городе и в городе, и в цитадели, да, на рынке Алла. Теперь, смотрите, у нас еще и Ахульго появился, да, культурно-исторический комплекс. И вот буквально вчера мы показывали Шамильский район, эти вот замечательные, великолепные башни сторожевые. То есть там даже люди без помощи государства сами каким-то образом все это восстановили. И сейчас это просто есть, этим надо любоваться. Вот скажите, пожалуйста, нет ли у вас мыслей каким-то образом вот действительно вот это сделать маршруты? Маршруты есть, я хочу вам сказать. Они уже есть? Да, они уже есть. Вы можете как раз везти в Дагестан, Дербент-2000. У нас очень хорошие маршруты. То есть охватывает как раз-таки все, что вы сказали. Все эти туристические базы. Объекты, естественно, да. Они предлагают своим гостям. Предлагают и историческое, и выкендное. Все это. Все это есть, да? Понятно, это хорошо. Рабята Ахмедовна, ну последняя реплика. Вы министр не только по туризму, но еще и по народным художественным промыслам. Я знаю, что это два важных, больших, мощных направления. Я предлагаю как бы по народным промыслам поговорить с вами отдельно, в другой раз. Ну а сегодня, сегодня все-таки праздник. Еще раз примите наши поздравления. Может быть, что-то скажете дагестанцам, пожалуйста. Я желаю, во-первых, хочу поздравить женщин с 8 марта, Международным женским днем. Хотелось бы, что... Я знаю, что женщины у нас работают не хуже мужчин. Не будем гензародных различий делать. Ну, хотелось бы, чтобы и умели отдыхать. Надеюсь, все-таки у нас внутренний туризм будет развиваться благодаря как раз-таки нашим жителям. Конечно. И я надеюсь, что вот за эти несколько месяцев наш туризм еще больше подготовится и будет готов к летнему оздоровительному сезону на море. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, сегодня в нашей программе принимал участие Раби Адзакавова, министр по туризму и народным художественным промыслам нашей республики. Вас еще раз с праздником. Спасибо большое. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, за ваше внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова